Глеб, это уже интересно. Где вы живёте, Глеб? Владимир. Город Владимир? Нет. Глеб живёт во Владимире. Так. Так, так, так. И вы... Сколько вам лет? 14. Ещё раз вы вынырнете с эфира, я вас отпущу. Хорошо? Хорошо. 14. Глеб, Владимир, что вы не спите? Тоже хорошее, бойкое утро? Да. Чё вы рано? Вы должны спать, у вас там... Вы должны валяться до 11 утра, чтобы как бы... Не знаю, вы... Чё не спится-то? Не знаю. Или вы проснулись, поговорили со мной, пошли опять спать? Да. Понятно. Ну, так что, у вас папа зарабатывает деньги на СВО, или как? Нет. Так, ещё один нет. Хотите уехать в Беларусь? Вот только что выходил парень, говорит, мама, говорит, надо катить отсюда. Да нет, в России всё нормально. А кто вы по нации? Вот чувашка я, я чувашка. Так вы же как-то говорили, что вы из какого-то города России. Какая разница, что чувашка не рождается в каких-то городах России или Франции? Именно Россия, не республика других, которые находятся в составе России. Подожди, почему я не могу быть чувашкой? Где бы я ни родилась? Вот просто моя папа, моя мама чувашка, мой папа чувашка, значит, я чувашка. Я родилась где угодно. Так же это работает? Я же не от места житель чувашка, а от папы с мамой чувашка, правильно? У вас европеоидная внешность. Ну, хорошо, я немка. Кто вы? Немка. Немка? Да. Скажите на немецком, я люблю свою бабушку. Я не знаю немецкий. Ладно. Что вы там говорили? А кто по религии? Можно вопрос? Православная? Терпеть не могу религии. Понятно. А что вас не устраивает в России, в принципе, в русских? Спросите у чеченцев, они вам доступно объяснят. Ну, про Ичкерию историю хотите сейчас рассказать? Я уже мечтался. Да, про самашки. Хорошо. Вы немка и украинка, или кто вы? Опять начинается. Нет, вы только что, нет, вы для достоверности скажите, потому что вы минуты две назад сказали то, что вы чувашка, потом сказали то, что вы немка. А если я скажу, я человек? Нет такой национальности. Ну, хорошо, я человек Советского Союза. В Советском Союзе национальности все отсутствовали. Ну, если, исходя из того, что в Воронеже я жила лучше, чем в Узбекистане, потому что в Узбекистане в школу не ходили дети, а уходили на хлопок, то, как бы, я из Воронежа, так скажем. Но в Воронеже жили разные национальности. Воронеж ждал жизнь разным национальностям. Советский Союз давно распался, так что вы не можете быть гражданином Советского Союза. Вы можете быть гражданином только, скорее всего, Российской Федерации. Я себя чувствую как раз динозавром, что вот из этого ублюдочного государства я и родилась. Было когда-то, черт знает сколько лет назад, да, вот в этот момент я и родилась. А почему она ублюдочная? Почему? Потому что нас убивал Сталин, он нас откинул, он нас погрузил в болото. И когда Горбачёв сдался или сдулся, или, не знаю, отошёл в сторону, наконец-то появился проблеск под названием Европа, куда Пётр, по идее, прорубил окно, я выскочила пулей. Пулей. Ну, во-первых, вы, если вы такая начитанная, а я, как уже понял по вашим видео, вы используете недостоверную информацию. Да, очень недостоверную. Во-первых, вы должны знать, насколько я понял, якобы, начитанная, что не все императоры царской империи являются русскими чистокровно. Нет, императоров вообще русских нет. Слушайте, а Марка Солонина вы считаете начитанным? Ладно, я, я как бы никому не интересна особо. Но Марка Солонина... Это Молдаванин тот? Я не знаю, кто он. Марк Солонин. Ну, таких не знаю, к сожалению. Не оскорбляет никого, в отличие от меня. Он не называет русских ёбаными тварями. Он просто сидит и читает архивы. Я сомневаюсь, Глеб, что в 5 утра в своём Владимире вы открыли хоть один архив и посмотрели, что делал Сталин. Марк Солонин рассказал, как интересно проходило взятие Берлина или того же самого Кёнисберга, который вы называете Калининградом. Марк Солонин объяснил, что Калининград нужно давно отдать. Он вам не принадлежит. Это была временная оккупация. Это не было пожизненность дать и территорию. Когда Советский Союз распался, нужно было отдать территорию. Он рассказал, какое количество вещей было вывезено из оккупированной территории. Он рассказал про Катынь, Катынский расстрел поляков. Он рассказал про 20 серий про финскую войну, зимнюю войну. Сколько финнов погибло. Как это было всё мерзко, паркосно сделано. Он рассказывал, какая дружба была между нацистами. И никакого не было неприязни между Сталином и Гитлером. Он всё так рассказывает. Причём это всё, знаете, не то, что я сижу и рассказываю, вы мне не верите. Это уже просто архивы. Вот он просто берёт и читает. Телеграмма, подпись Сталин, телеграмма. Глеб, вы ничего не можете знать из того, что знаю я, как минимум, и Марк Солонин, который занимается этим всю жизнь. И если вы не читаете, не слушаете его сейчас, возможно, вы будете потом слушать. Вы же живёте в России. Вам с этой страной придётся строить отношения. И физические, и моральные, и экономические, и эмоциональные. Эта душа, эта страна вынят из вас душу. Как можно, не знаю, из баночки соком высосать сок, так эта страна из вас высосит всё ваше здоровье. И воспользуется, и вот оставит где-то вас умирать. Вы посмотрите, как Жуков воевал. Посмотрите, что сделала советская страна с нашими людьми. Она покалечила всех. То, что я выжила, это только благодаря тому, что мой дедушка, когда арестовывали очередного его друга и увозили на чёрном воронке, глазом не повёл, чтобы не арестовать его. Понимаете? Мой дедушка не помог другу. А как мне с этим жить теперь, скажите? Если бы все дедушки стояли друг за друга, наверное, Сталин бы ничего не сделал. Но у нас было такое государство, что все боялись. Понимаете? Получается, я внучка труса. Это страна сделала из нас трусов. Я уехала из этой страны, понимаете? Уехала. А Анна Политковская не уехала. Её расстреляли в лифте. Ну вы об этом же ничего не знаете.